21 августа всем привет в общем завтракаем вообще не пробиться хотела сесть некуда сесть сегодня на завтрак то это зачем кошачий корм то есть но хотя бы на завтрак можно что-нибудь полегче а так фарш достали будем что-нибудь с фарша сегодня делать или котлеты или что-то вчера мы поздно закончили уже наверно в пол 12 только я пошла спать вот вот такая большая кастрюля пюре получилось яблочного ниже года и 8 банок сока гнали вот они стоят тут такой сок вот такие дела так что вот еще и видео осталось будет сегодня я хочу это пережать простой соповыжималка не знаю чтобы заморозить маленько все-таки другой по вкусу получается когда замороженный тоже вкусно но как бы разные вкусы вот такие дела в общем завтрак так сейчас мы сырок покроем она же мне готовой не очень как-то мне этот воск нравится ночью делать все равно лучше чем просто его засушивать корку потом обрезать да вот как это можно делать тоже пропадает много в том курсе так все-таки воздуху купить до пчелиные вы настоящий это на базе на пчели было бы лучше но дорогой слишком пакет сейчас воск в этот жир топим будем жир доделывать сейчас у нас уже период топился на только разогреть его и залить в бутыли с растительным маслом смешать все люстры меняем так сняли люстру сейчас другой светильник сейчас буду прожигать дырки светильники они вешают от дырки почему-то все время я должна прожигать нет в том смысле что почему их производители не делают эти дырки для проводов я не понимаю главное намечено где их надо сделать но не сделано в чем прикола какие то недоделки такие как бы дешевенькие конечно но наши русские светильники они по качеству то неплохие вроде да и патрон то такой жароустойчивый так скажем тут ага вторую вот приходится мудрить сразу штампану или нормально все сейчас буду на пюре распаду видишь вот уже сколько разложила его тут моего гритта пригорать начинает сейчас без света сидим с бабушкой тут пока лишь делает эти лампы надо там не в классе сменить последний день отпуска последний день отпуска спевает потому что мне надо сейчас в классе тоже будет хоть потолок побилить домыть все надо сладко пробовал я немножко добавила сахар то все равно яблоки нет не хватает сладостей мне кажется на вкус как-то ничего не кстати вот я делал тот раз то с черной смородиной это с вишней и также перетирала пюре в холодильник поставили ничего их не дует ничего я их на закрутке сделал правда думаю так в ближайшее время сидим ну нормально не стоя так что надо подвал спускать не должно взрываться матвей с дедом уехали за грибами не знаю боимся с бабушкой сидим и дрожим а вдруг они сейчас чего не привезут абсолютно некогда этим заниматься честно говоря яблок опять нападала за ночь ужасно много дождь был сильно ночью их просто сбивала смывала вот поэтому я им говорю давайте опять яблоки несите на это они мне опять четыре ведра ведь прибрут вот а у меня еще помидор много очень пила надо срочно и их тоже опять сделаем зачем я все время жадничаю вкуснятина ну вот только с одной работой мы расправились дел катали 20 банок пюре яблочного и сейчас в общем дед приехали с матвеем привезли вот такую мелочню пока еще так сказать путных грибов крупных выросших нет нет ни красноголовиков не про не подберезовиков не нашли груздей но нашли много маленьких маслят вот таких вот но их в общем муторно чистить опять бабушки задачи поставлена вот потому что я сейчас пойду хочу заняться помидорами уже не у холодно холодно они начинают где-то подгнивать где-то если трещинка прошла начинает сразу плесневеть в общем погода не ахти какая для помидор сейчас они не растут уже толком а в общем сейчас буду собирать все крак все что красное буду перегонять носок особенно если где-то что-то начинает портиться на них кто особенно такие плоды надо убрать чтобы зараза дальше не распространялась по теплицам а там не знаю как погода будет но обещает нам что на следующей неделе вроде потеплеет так может быть а то если так уже осень началась так будет плохо вообще придется опять недоспелые снимать до потом но я надеюсь все таки еще потеплеет вот сейчас на обед мы варим макарошки счет плиту не мыли даже показывать не хочу ужас всеми этими кастрюлями пока жир плавили вся плита у нас в общем надо сейчас будет еще этим заниматься вот это фильма нас маленько смутил сейчас говорит спать хочу и мне показалось что он горячеват и пойду сейчас ему померяю температуру то ли простыл то ли что не знаю и спал сегодня как-то беспокойно то ли вирус какой-то опять от кого ему вирус хватать ну ходят пацаны вот эти друзья матвеевны но не знаю вроде больных не был не знаю пойду сейчас в общем у смерю температуру оставили жарить котлетки первый раз у нас будут говяжьи котлетки попробуем что это за штука такая я конечно луку туда много положила потом этого батончика размочила 4 кусочка тоненьких в общем так разговаривала маленьком что жирновато вот пойдем сейчас мы картошку накопаем ну и фима температура как ожидалось я чувствую что температура не знаю что такое он с утра жаловался что у него ноздря одна заложена вот то ли он простыл то ли вирус какой схватал потому что матвей говорит ходил к сереже у сережи брат тоже соплями исходит там болеет в общем что-то подхватил а он взял к нему в гости сходил когда вот как раз телку бы забивали его говорим сходи куда-нибудь пока погуляй чтобы здесь не не гуляли с друзьями вот видимо может быть оттуда принес что-то они-то сами может ребятишки этим не болеют уже переболели а серёжа брат то он еще маленький видимо какой-то вирус такой детский видимо что-то принес надеюсь не заразимся и сама что-то сразу затихала на это же мнительный сразу зачихала и это нос тоже побежал это так никак бы не разболеться перед школы ладно ну все пошли мы картошку покопаем так и не обобрали так вот в два вида два ряда мы по моему или три маригинале ну давай там копай все или дед здесь и копал нет он говорит там ну вот он и говорит что там-то хорошее говорю а там у меня конечно семена и может на хорошее это я развожу и который новость рта мы уж тут краешку давай покопаем тут не очень-то земли не очень это ну подряд теперь сделать подряд копали все нету там внутри-то больше ничего да хоть бы дожди то сейчас остановились да а то блин опять в грязи придется как в том году копали мы в грязи так противно господи хоть бы не было дождя то теперь недельки бы 2 а то сегодня так хорошо промочила нам землю то вот это более-менее получше кустик на мелочи хватает он еще растет какие-то толстые так как опнивку тоже мне кажется это мне кажется вода подряд ли не надо попадем в другом месте да нет соседний то что убери за жуху это самые зажухшие в кустике тут рано мы подкапываем что-нибудь такая мелочь ну как рано деда паша вообще уже все скосил хочет косить убирать уже картошку не очень ранее сорта какие что да вспомни к мы уже спахали на 9 мая посадили значит у него ранний сорт все таки куда-то хочешь говори признавайся сейчас грязь поместить то будем с тобой давай вот этот вот на дороге прямо растет так уберем ну давай какой хочешь столько смородины так что она уже все так она зажухла ты куда нам ее еще вроде как хватает все уже наварили блин этот венок да тут это сиреневая плохенькая да нынче мне кажется без картошки да нет нормально там ты самую дорожную убираешься на дороге которую топтали все лет ну сушила конечно самый-то рост у нее сейчас только и пошел сухо же было все лето пойдем с того попробуем алеша выбирает все зажухшие кусты которые не хотят расти да поэтому дед то когда идет копать он конечно выбирает самые мощные смотрите там еще цветет во всю картошка кстати матвей горит у деда паша тоже цветет еще кто во что горастут называется давай еще один да и хватит давай вон тот он мне нравится и он и зажух его мощную он тут нет нет вот ряд ряд а только это подальше вот крупный должен быть среди ки ветки мощные в обществе не хватает мелочи нормально там в кусту-то подни капни дальше то вот там по капну дальше ничего нормально еще и пол месяца то точно расти подрастет может на этих дождичках земля то смотри как пух чего ей не расти вот только что разве не хватило полива да все хватит ладно не порти больше кусты хватит нам этого ведерка у свиньи прибрался здесь что-то у нее там марафет навел марафет навел а вот это вот компания из вот этих вот петухов жестоких оказалось у них курочка и они ее насмерть затоптали представляете алюша сегодня пришел а они ее просто затоптали начали топтать уже подросли в общем колоть надо будет тоже ну что буря как делишки то тебя эх ты как собачонка прыгай ой мухи то опять у тебя что творится потепление что ли пошло опять мухи залетали да да чисто у тебя сейчас хорошо а вот мух то надо бы травануть опять прийти тот раз потравили долго у тебя их не было да да а папа еще дверь закрыл так у тебя на тепло то и лезут надо открыть ну что за серия опять ладно она пошла а то у меня котлеты жарятся подгорят еще не дай бог да эфим лежит надо смотреть за ним сейчас я вам покажу вот это вот у меня колоновидная которую я не колонной пустила а разрешила расти вот такая вот маленькая она и вот она яблочко начало первое первое яблочко на ней смотрите она уже поспевает ну колеша она скоро отпадет само уже ты за ним следи как отпадет ты мне его принеси на пробу а что это за сорт еще бы знать а ты что когда нет это надо в тетради смотреть ты что я не помню на память огурчики 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 вот здесь это все не надо огурчики тебя брать то нет ну а едут ну вот такие вот можно уже не бедненьки на холоде такого цвета странного а тут ничего не хотят на холоде то есть ну не все хотят вот этот вообще стал погибать на холоде видите я вам говорю не все не все могут да на холоде вот эти белоплодные видишь аж три ух ты слились а вот этот вот ничего так пока живой этот вообще плесенью покрылся крайне ну в общем на улице у нас конечно огурцы не растут на Урале толком если только их садить очень тоже рано ну а так ни о чем конечно ну можно солить куда найти огурцы так на еду я посадила ну так на еду и будем собирать а кстати говоря спрашивала меня женщина про пекинскую капусту за ней наблюдают у меня ну у меня вот такая сейчас вот она сидит пока вот там редька у меня вот такая уже подросла правда все полоть надо не обращайте внимание на сорняки все зарастает сорняки тоже вот кальраби вот такая уже ну надеюсь я говорю надеюсь еще придет нам теплая так скажем осень потому что уже через неделю начнется именно осень и все таки мы успеем дорастить и пекинку и кальраби вот показала а вообще конечно я не знаю вопрос мне задала эта женщина именно про пекинскую почему-то на этом канале не знаю почему именно как сажать я рассказывала на делах хозяйских не знаю почему в общем так показала все ладно пошла котлетами заниматься фимочки маленько получше стало температура спала сама собой просто вот он поел у нас лапшу с котлеткой сейчас сидит твиксик ест да потихоньку смотрит видео твикс это вот пойдем посмотрим сейчас что делает Матвей с Фадеем так посмотрим ух ты как красиво они делают ты что Матвейка на попе лазишь все штаны сейчас засадишь мне сказали если я сейчас буду работать то я буду один стягать чего я сказал я буду один стягать конечно ты спать ляжешь я ж тебя знаю не ляжу да ляжешь вот такой поленицу сказал дедин выстроить тут беседки потому что не сохнут вот эти наши дровишки только к стеклу Матвейка не надо сильно прислонять особенно большие вот поэтому разгребайте там лучше за сундук вдоль той стенки раскладывать ну что да ты что уработался видишь как они делают красиво ну это увлекательное занятие ну что ж купости шаурму у вас еда есть вот такие вот дела маленько как-то просветлило даже веселее стало сразу на душе а то все пасмурно пасмурно сейчас вот чуть-чуть просветлело вот еще раз вам хочу показать как у меня потихоньку зреет виноград он такой классный потому что смотрите какой он чернюши становится интересно да вообще я вот эту черненькую сейчас заберу на пробу ээээ не хочет отрываться ну а ладно нет значит он еще не готов вот а это все таки он другой вот виноград вот этот вот все таки он какой-то красный видите какой вот я попробую его нет даже не отрывается ну значит он еще тоже не готов тут вот такая шикарная кисточка висит ну такая они еще жестковатые такие даже я думаю они все равно размягчиться должны и ну хоть один дайте ммм сладкий же вообще без кислоты ну этот с косточками ммм хорошее помидорки сегодня брату отвезли дед наконец-то собрался и это собрал котомки мяско ему положил и помидоры ему нарвала наверное с пол ведра но им чисто на еду они не солят вот и он увез ему на работу повезет домой потом он после работы ну недалеко тут у нас работает а живет то в Екатеринбурге то есть он с Екатеринбурга сюда ездит на работу у него цех здесь в Арамиле а октябрь идет да а давай пойди ну ладно пойду я сейчас не на головке еще Байкалу разморозить покормить его парня вот ну пока тишина коровки спят еще есть не просит слушаю хожу как заревут да где да отправлю чтобы он мне помог сено им дать вот ну и все сейчас яблоками все-таки занялась я занялась все-таки яблоками потому что это ведро уж и раз стоит думаю надо его доделать все-таки до конца так ну вот заложили тут не могу достать головки о все досталось это ведро доделаю по крайней мере а там уж посмотрим эти которые упали еще никто не собирает пока ребятишки другим заняты Алеша тоже чем-то занят не знаю там вот поэтому как соберут так и решу а если не соберут то буду все-таки перерабатывать помидоры еще крутить на шнепку этой соковыжималки планируем вот ну и что Фимочка как дела хорошо хорошо ну ладно ну говори голова не болит у него только говорит глазницы маленько болят ну как будто бы насморк начинающийся ну посмотрим что будет может быть ничего пронесет а еще я вам забыла показать мешочек висит видите мы насушили то за ночь сушеные яблочки такой пакетик подвешиваем и вон еще у нас так вот висит досыхает маленько лавсановый это у меня для творога покупала ну ничего сюда сгодился вот мы с Матвеем отжимаем томатики делаем сок вот у нас сок скажи где сок лежит вообще самый вкусный сок получается именно на шнековой соковыжималке видите там вот сейчас я вот так поверну вот вот у нас шнека видите там оно перетирается и оно получается и с мякотью и с жижей и при этом вот здесь вот выходит совсем-совсем немного отходов одни зерна до шкурки помидорные вот сюда мы закладываем а ты мне крутит правда аккуратно надо пальчики чтобы не попали я стараюсь сейчас тебе по голове толстым да ты мог не подлазь аккуратно а я все с грибами замаялась ха-ха-ха хорошо что мало они привезли да уже столько времени и вот еще осталось такая мелочь мелочи приятные смотри а кто их обрезал такую мелочь мы их рвали ножом срезали ножом срезали ножом ну некоторые срезали рвали а потом срезали они сложили все поленицу в беседке ну я покажу потом как получилось мы там еще подметем смотри-ка и покажем из мельскопа не дрова все выстрекли ну я знаю ну что фу ну на бред открывай рот и чтоб тебе лилось а это лена что такое гри-гри-гри-грибы что ли это а не это яблоки сушеные уже у меня же вытащили нет повешали я же их уже показала сушеный мешок ты в глаз блеснула ой Алеша принес еще два ведра яблок кроме вот этого этого вот ведра это я перемыла уже сейчас будем его тоже перри это на вжимонке хочу делать для заморозки сок я это томатный куда будешь переливать то стоп-петровый я его вскипячу в этой кастрюле добавлю маленько соли ой сколько там соли то у нас идет на литр по-моему грамм ну маленькое что то там совсем идет чайная ложка на литр что ли вот тут же соли ну вообще по вкусу можно ну тут даже это не принципиально оно хранится это не благодаря соли а то благодаря тому что самим томатом просто их прокипятил и они прекрасно стоят нет ты когда будешь репутат разливать там в трехлитровые в банке нет в трехлитровые в полуторки хочу потому что в трехлитровые мы не выпиваем разом они потом поэтому я хочу в полуторки сделать эти можно еще раз поднять может быть литровые у нас литровых много ну я литровые ты видишь делаю это ну это не сочный что не будет нет я хочу лечь еще делать может литровый еще приберется и сок яблочный тоже в них можно ну если варить будем я не знаю я хочу сейчас выжимать остальное сок а почему на этот сок выжимать попробовать не будет нет причем смотри кое как помидорки прокручивают в общем я помидоры собрала все которые у меня там какие-то трещинки подпорченности плесень какая-то у плодоножки я вот это все собрала это с одной теплицы вот такой тазик нарезала сейчас сейчас пойду в следующую теплицу сейчас перекрутим потихоньку ну вот друзья мы опять в подвал разлила я в общем 11 банок еще томатного сока сейчас сварила который мы на шнековой с матвеем перекрутили вот и все это дело спускаем получается у нас с яблок получилось сколько 28 банок и 11 банок томатного сока вот это все добро сейчас мы опять спускаем уже ставить некуда ну пусть ставят что делать перерабатывать все равно надо вот ну не так вроде и много что там 11 банок томатного сока литровых причем еще мало надо еще делать будет но банок нету вот надо будет банки подумать где брать о дед у нас тут наварганил грибочки такие красивые получились маслятки сам же их ест потому что дети у нас не едят грибы Алеша тоже не ест грибы он только маринованные опята ест больше ничего не ест и грузди квашеные любит вот такие дела сейчас спустим все ага банки то что надо а у тебя есть там литровые литровые доставай потому что литровые надо и соки и я хочу в железь сделать помидоры ну все вот так вот дела идут ну вот друзья вот такой сегодня у нас прошел денек зашла в класс проверить работу Алеша но сегодня еще не видела лампы он мне новые вот эти вот сделал светильники были люстры висели они довольно низко висели как-то не очень смотрелось и так тут низкий потолок вот этот мой подоконник надо мыть я уже его готовить начала за следующую неделю надо все тут прибирать потому что у меня начнутся уже занятия в сентябре поэтому надо последней неделе августа прибираем сняла я шторы сегодня выстирала ее вот будем в общем все мыть тут все тоже уже беспорядки маленько надо наводить порядок вот ну главное свет сделали я вот еще смотрю думаю потолок белить не белить тут все-таки камин видите поэтому есть какое-то хотя с другой стороны может и не стоит ну посмотрю я сначала хочу все вымыть перемыть здесь может быть все так сказать паутинки тенетки везде все поснимаю пыль протру и будет у меня все нормально и так и не придется мыть сейчас гляну на улице сегодня на улице получше стало уже теплеет у нас вот корова у меня уже кричит ну вот видите такие вот у нас облака нависли тяжелые какие-то опять по моему опять крапает дождик потому что плитка мокрая коврики мокрые очень периодически дождь идет но уже сегодня хотя бы теплее вот такие дела ну и все наверное корова кричит потому что мне пора идти и доить сейчас все закрою здесь да пойду управляться Алеша уже давненько управился вот такой сегодня был день опять и заготовочные и электрику делали и много чего делали да уже все и не вспомню что там с утра было хотя время пролетело конечно очень сегодня быстро опять вот ну и все друзья на этом буду прощаться до завтра увидимся уже завтрашним утром да ну это я буду для вас снимать завтрашнего утра увидимся мы уже завтра вечером да с новым роликом все пока этот посмотрели кто досмотрел до конца тот молодец все всем пока пока друзья до завтра до завтра до завтра до завтра что